Добрый день! Мы сегодня с вами нарисуем вот такую зимнюю картинку. Замок Снежной Королевы. Для этого нам понадобится водичка, тряпочка, выложить краску. Ну, начнем мы с вами, давайте, месяц или луна. Хотите, круглую луну нарисуйте. Вот. Хотите, половиночку. Нарисуем луну и нужно помыть кисточку. Сначала мы нарисуем фон. Можно его сделать темным. Давайте темным сделать, потому что замок Снежной. Отчертим линию горизонта и начинаем работать. Выкрашивать весь фон. Можно взять разные оттенки синего цвета. Можно добавить туда какой-нибудь фиолетовый цвет, чтобы такая красивая у нас была картинка. Много цвета. Вот. Чем больше цвет, тем интереснее. Обводим, конечно же, мы луну. Вот. Около луны чуть-чуть посветлее сделаем небо. Так. И потом опять закрашиваем все пространство вокруг. Вот. Такое темное небо у нас. Разные оттенки. Берем синего, фиолетового. Вот так красиво. Заполняем все пространство, где у нас небо. Верхнюю часть листа. Тем цветом, который вам нравится. Где-то фиолетовый, где-то будет у нас синий. Где-то ультрамарин, тоже один из оттенков синий цвет. И вот так вот у нас заполнена верхняя часть листа. Сейчас нам нужно нарисовать снег. Мы выкладываем отдельно белый цвет. И добавим туда немножко синий. И мы начинаем заполнять нижнюю часть листа. То есть рисовать снег. А тут у нас снег. Так как это замок снежной королевы, то у нас здесь, конечно же, кругом снег. Холодо. Такая холодная картинка получилась. Сейчас мы будем рисовать замок. Строить замок. Я выкладываю опять отдельно. Вот так вот. Белого цвета. И добавляю, ну, например, вот такой цвет. И не как ультрамарин. Смешиваю. И начинаю строить замок. Я рисую одну стену замка. Вторую стену замка. Так. Это будет средняя часть замка. Так. И оставлю, начиная ее закрашивать, и оставляю местечко для окон. Например, я решила. Вот здесь местечко для окон оставлю. Да. И все остальное здание я закрашиваю. Вот так. Чтобы определиться, что это окна у нас, я их разделю. Например, пополам. Потом еще пополам. Так. Такие темные окна. И просветить. И можно сделать еще вот так вот. Более светлым. Отвести. Вот так. Такая вот у нас получается красота. Там. Можно поправить, если что-то не нравится. И сейчас я вот сюда же добавлю, например, чуть-чуть красненького. Добавлю холодненького. Ой, красного, теплого. Для того, чтобы еще холоднее все оказалось у нас. Рисую башню вот такую большую, например. Закрашиваю эту башенку. Вот у нас получается такая башня. Так. Передом рисую две маленькие башенки. Можно пока у нас вот этот еще цвет. Можно сразу нарисовать ворота. Определиться с воротами. Вот такие ворота у нас будут. Нарисовали ворота. Сейчас нам нужно нарисовать две башенки по бокам. Вот я опять выкладываю белый. Туда добавлю чуть-чуть. Вот сюда же в эту краску. Пусть такая будет смешанная краска. И рисую две башенки. Вот рядышком. Вот здесь башенку. И вот с этой стороны. Вот так. Ой, как-то неровно получается. Но ничего. Всегда можно поправить. И опять оставляем местечки для лука. Сейчас уже посерединочке оставлю. Закрашу здесь. И вот такие окошечки у меня будут. Вот. Могут быть разные. Которые-то побольше, какие-то поменьше. Поправим. И с другой стороны точно так же. Вот у нас будет вторая башенка. Опять я рисую потолще. Стараюсь на этом же уровне оставить вот такие вот окна. Так. 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 Такие окна. Закрашиваю. Можно сюда же еще добавить красного. И мы будем здесь уже рисовать такие башенки в другую форму. Ну, например, вот как корона. Вот как корона, например, можно сделать. Да. Башни похожи на корону. Вот здесь вот будут у нас вот такие. Так. Так. С этой стороны. А с этой тоже такие же. Попытаемся по размеру одинаковые башни. Обычно одинаковые бывают. Тут что-то красненького мало. Добавим. Вот. Так бывает. Цвет разный. Так. А сейчас давайте нарисуем лесенку. Вот. Из замка выходящий. Так. Одна ступенька. Следующая. У нас ступенька будет длиннее. Потом следующая ступень. И вот такие ступеньки будут вести в этот замок. Мы сейчас возьмем белый цвет. Немножко размешаем. Чтобы была краска как жидкая сметанка. Тогда и работать удобнее. И будем декорировать белым цветом замок Снежной Королевы. Мы сейчас очень красиво снежинками оформим замок Снежной Королевы. Такие снежинки. Как же замок Снежной Королевы и без снежинок. Много снежинок нарисую. Можно на каждую верхушечку. Можно украсить вот таким красивым зигзагом. Постоянно берем краску, чтобы полная кисть была. Тогда она будет описать как нам надо. Вот. Вот такая красота. А сейчас давайте нарисуем деревья. Вот пусть с двух сторон у нас будут такие морозные, зимние деревья. Ставим дерево на сугроб. Здесь потолще. Вверх ведем, поднимаем кисточку. Побольше на окраски брать. Вот так. И рисуем веточки. Веточки не рисуйте, пожалуйста, как стрелы. Они живые. Они двигаются. Вот когда мы рисуем, получаются ступеньки. Так у нас дерево разрастается. Мы нарисуем такое морозное дерево. Снежная королева, наверное, его заколдовала. Оно такое стало. Белое-белое. Хрустальное. И с этой стороны тоже можно нарисовать дерево. Можно еще белого цвета добавить. Тут не хватает явно белого. Я бы вот добавила вот здесь вот. Вот здесь белого цвета добавила. Ворота немножко белого взяла. А сейчас мне хочется еще вот тут вот сугробы подчеркнуть. Вот тут вот около замка. А то как-то очень неинтересно смотрится вот эта часть замка. Пусть вот такие сугробы тут вот вокруг. Мы сейчас украсим замок. Как же замок Снежной королевы без снежинок. Клеим капельку клея и снежинку приклеили. Ну, вот тут белые, наверное, больше подойдут. Я бы добавила здесь белые снежинки. Вот такие. Вот здесь добавлю снежинки. Ну, здесь я даже добавлю, наверное, вот такую огромную сиреневую снежинку. На ворота хочется. Вот так вот можно. Вот такие снежинки. Нет, пожалуй, тут белые больше подойдут. Плохо видно. Вот такие вот сложные снежинки. Вот она решила почему-то так лечь. Сейчас поправлю. Пусть так будет. Так тоже интересно. И еще хочется добавить сюда каких-нибудь блесток. Вот таких блестящих. Можно вот сюда вот так клеим. Там надо здесь, здесь, здесь. Вот здесь бы я еще добавила. И сейчас можно посыпать, вот так аккуратненько посыпать. Очень много получилось. Ну, это даже интересно. Мы их вот так вот потрясем. И они лягут как нам надо. Вот сколько блесток. И это все для замка Снежной королевы очень подходит нам. Такие блестящие. Вот такая красота у нас получается. Зимняя сказка. Ну, вот для такой зимней сказки мне хочется еще снегопад добавить. Вот такие снежинки. Самым кончиком кисточки белым цветом. Вот так вот. Снег падает на фоне замка, естественно. На фоне неба, на фоне деревьев. Вот так у нас падает снег. Ну, вот такая временно веселая картинка. Хотите, можно еще украсить замок. Он такой немножко скучный получился. Мы его добавим в какую-нибудь вот такую вот красоту вокруг. И вот здесь можно украсить. Украшать можно как кому нравится. Может, все в снежинках у вас будет. Пока не высохла краска, можно опять добавить блесток. Вот сюда вот. И будет у нас еще и блестеть. Так. И вот смотрите, стоит немножко проявить фантазии. Используя белый цвет и оттеночки синего. Чуть-чуть добавляя другой цвет. У вас вот получится такая красота. А так впереди Новый год. Праздник веселый. Праздник. С хорошим настроением. Можно добавлять блестки. Можно добавлять, может, еще что-то придумать. Снежинок вырезать тоже добавить. Предлагаю вам заняться творчеством. До свидания.